Все начиналось с праздника. Курсанты в СИН собрались, чтобы отметить день рождения старосты группы. Он приехал учиться из Нижегородской области. Вместе с женой снимал квартиру в доме на улице Кудрявцево. Праздник затянулся до полуночи, что не понравилось соседу снизу. В первый раз он поднялся к отмечающим, чтобы попросить сделать музыку потише. Курсанты к пожеланию прислушались. К тому же праздник уже подходил к концу и многие гости начали расходиться по домам. Но сосед не унимался. Через два часа он снова постучал в дверь и предложил выяснить отношение на улице. С собой недовольный шумом взял два ножа. Вышел наш погибший. Увидев такую картину, вмешался в драку, оттащил нашего обвиняемого в сторону. Между ними началась борьба. Но в этот момент вышла мать самого обвиняемого, которая закричала и отвлекла всех участников драки. Ввиду того, наш курсант пустил хватку и схватки обвиняемого, который воспользовался моментом, выхватил нож из своего рукава и ударил ему прямо в живот. С ножевыми ранениями его доставили в областную клиническую больницу. На следующий день он скончался от полученных травм. Дело было переквалифицировано в часть 4 ст. 111. Это причинение тяжкого вреда, повлекшее по неосторожности смерть. Но в ходе расследования, учитывая все обстоятельства дела, а именно приготовление обвиняемого к совершению преступления, обстоятельства его совершения, то есть нанесение удара ножом в жизненно важный орган, позволило квалифицировать его действие как совершение преднамеренного убийства. Следствие по уголовному делу в настоящий момент закончено. Его передали в суд, который и примет решение о наказании. Подозреваемому грозит срок до 15 лет лишения свободы.